Девушки отдыхают Правильно. Дальше. Как называются эти колокольчики? А, колокольчики? О, нет-нет. У фей эти цветы называются гиацинтодис нонскрипта. О, няня, ботаника такая нудная. Скажите, зачем мне учить название всех этих цветов? Такие вещи принцесса-фея должна знать. А может, я не хочу быть принцессой-феей? Привет, Холли! Привет, Бен. Ты куда идешь? В школу эльфов. О, а что вы делаете в этой школе? Мы учимся делать игрушки. Звучит весело. Так и есть. Эльфы любят делать игрушки. А я эльф. Я хочу делать игрушки. Няня, можно я пойду в школу с Беном? Но ты же не эльф. Ты ведь принцесса-фея. Пожалуйста, няня-плам. Ну, пожалуйста, няня-плам. Отпустите, Холли. Ну, хорошо. Ура! Ура! Но я пойду с вами, чтобы убедиться, что вы не балуетесь. Хорошо. Надо поторопиться. Нельзя опаздывать в школу эльфов. Мы идем в школу эльфов. Школа эльфов находится в дереве. О-о-о! Доброе утро, мальчики и девочки. Доброе утро, старый мудрый эльф! Мудрый эльф! О-о-о! Няня-плам. Здравствуйте, старый мудрый эльф. Привет. Принцесса Холли хочет узнать, чем эльфы занимаются в школе. Хм. Ну, хорошо. Холли, присоединяйся. Хорошо. Но прошу, никакой магии и не летать. Хорошо. Холли, садись со мной. Не летать. Нужно ходить. В школе эльфов запрещено летать. Только потому, что эльфы не умеют летать. Э-эм. Именно, миссис Пламма. Эльфы не умеют летать, но у нас очень хороший слух. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И эльфы умеют делать хорошие игрушки. Сегодня мы и будем делать игрушки! Ура! Мы продолжим с того, на чем остановились в прошлый раз! Я делаю игрушечную машину! А я делаю уточку! А я вертолет! А я лодку! А я делаю лягушку! А я кролика! А я делаю робота! О! Я вижу, что у мисс Холли нет игрушки! Ничего страшного! Я себе наколдую игрушку! По палочке велению! По моему хотению! Мисс Холли! Магия запрещена в школе эльфов! Только потому, что эльфы ею не владеют! Кхм! Эльфы могли бы пользоваться магией, если бы хотели! Но они этого не делают! А мы эльфы! Мисс Холли, сегодня вы можете поработать над этой игрушечной совой! Спасибо, старый мудрый эльф! А я пока заберу у вас палочку! Так вы сможете научиться делать игрушки, как эльфы, без магии! О! Не волнуйтесь! Вы заберете палочку после занятий! Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки! И не забывайте бить нежно! Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки! Мальчики и девочки, возьмите в руки молоточки! Но, няня, в школе эльфов запрещено пользоваться магией! Поверь, все будет хорошо! Никто не заметит! Палочкой махну, сову починю! Что это был за шум? Думаю, погода меняется и скоро будет гроза! Главное, чтобы не было никакой магии! Уверяю, мистер Старый Эльф, принцесса Холли не использует магию! Хитрая, няня, Плам! Тихо! А теперь мы будем разукрашивать наши игрушки! Помните, что надо быть аккуратным! Не надо никуда спешить! О, нет! Что-то делать без магии так сложно! Думаю, что немного магии тебе нисколько не помешает! О, ты уверена? Доверься мне! Палочка, вращайся! Игрушка, цветом наливайся! Мисс Холли, вы используете магию? Нет, Старый Мудрый Эльф! Это не я! Я думаю, что это была все та же гроза! Она все ближе и ближе! Здесь происходит что-то очень странное! Старый Мудрый Эльф! А что мы делаем дальше? Очень хороший вопрос, Холли! Дальше мы запускаем игрушки! Смотрите, она работает! Классно! Давай! Сделай что-нибудь! Няня! Сова не работает! Не волнуйся, Холли! Я тебе обязательно помогу! Няня Плам! Вы пользовались магией? Только совсем-совсем немножко! Я лишь хотела помочь! Вы непослушная няня! Извините, Старый Мудрый Эльф! Больше эту тему мы не поднимаем! Холли, давай посмотрим, что может твоя сова! О, она вообще не работает! Наверное, при изготовлении было использовано много магии! Я могу починить! У меня это очень хорошо получается! Холли! Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Но мне сложно делать игрушки, не используя магию. А нам это легко, потому что мы эльфы! Вот, Холли, держи свою палочку. Спасибо. И запомни, никакой магии пока не выйдешь из класса. Хорошо, старый мудрый эльф. Вас это тоже касается, няня Плам. Хорошо, старый мудрый эльф. Пчелы! Как же я люблю пикники! Да, нет ничего лучше, чем завтрак на траве. Не желаете ли сэндвич? Спасибо, королева. Сэндвич, милый? Ммм, вкусно! Обожаю сэндвичи с медом. А, Кыш, улетай отсюда! Папочка, да это же просто пчелы! Они мне не нравятся. Зачем они нужны? Зачем нужны? У них мы берем мед для ваших сэндвичей. Нет, мед я беру из большой банки. Папа! Дорогой, ты ходил в школу? Ходил. В школу для королей. Учился махать ручкой. Король, Бен прав. Пчелы делают мед. Правда? Как они его делают? Все начинается с цветка. Пчела ест сладкий нектар. Она ест и ест и ест и ест и ест и ест. Спасибо, миссис Эльф. Наевшись нектара, они возвращаются в улей, чтобы сделать из него мед. Я хочу посмотреть на улей. Я могу показать ему. Хорошая идея. А пока вы будете там, может, наберем еще медку? Конечно, Ваше Величество. Мы принесем вам баночку свежего меда. Мистер Эльф, сколько пчел живет в улье? О, в улье живут тысячи пчел, милая. Тысячи! Класс! Наверное, они очень громко жужжат. Да, так и есть. Жужжат они громко, так что будьте готовы к сильному шуму. О, как тихо. Старый Эльф, где же все пчелы? Они улетели. Улетели? Да, все улетели. Мы стоим и смотрим, не вернутся ли они. Смотрите, эта пчела королева. Остальные пчелы всегда летят за ней. Отлично! Она привела их обратно в ульи. Теперь все в порядке. Можно расслабиться. Итак, Бен и Холли, что я могу для вас сделать? Мы пришли посмотреть, как пчелы делают мед. Тогда вы пришли точно по адресу. Это пчелины улей. А я хранитель пчел. Нам нужна банка меда для короля. Без проблем. Значит, мы зайдем туда и наберем меда. Где дверь? Подожди минутку, няня Плам. Нельзя просто так войти в улей. Там тысячи пчел. И у каждой есть жало. Думаю, им совсем не понравится, если мы возьмем у них мед. И что же нам делать? Сначала надо усыпить пчел. Как? Ну, придется поколдовать немного. А я думала, ты не любишь колдовство. Я не люблю. Но если мне предстоит встретиться с тысячей злых пчел в улье, то можно и нарушить правила. А кто колдует? Ах, да любая взрослая фея. Няня Плам, наколдуй мне, пожалуйста, сон. Запросто. Нет, няня, не его нужно усыпить. Пчел! Ох, и почему же он не уточнил это? Эм, а что случилось? Так, давайте разберемся. Ты хочешь, чтобы я усыпила пчел? Если ты не против, то да. Они все заснули. Хорошо. Теперь туда не страшно войти. Теперь ты войдешь туда и принесешь мед? Не так сразу. Нужно подстраховаться. Подстраховаться? Но как? Нужно кое-что сделать на тот случай, если пчелы проснутся. Только посмотри, что я придумал. Няня, что он делает? Даже не представляю. Наверное, что-то глупое, но веселое. Та-дам! Я же говорила, переоделся в пчелу. Да, если пчелы проснутся, они решат, что я тоже пчела и не ужалят меня. Отличная идея! Да, Бен, теперь я просто залечу в улей. Ты же не умеешь летать. Я нет, зато вертолет умеет. Поднимай! Поднимаю! Пчелы спят? Конечно, спят. Костюм надет? Костюм надет. Банка есть? Банка есть. Тогда вперед! Смотрите, как работает хранитель пчел. Спокойный, мудрый и рассудительный. Я пчела. Ж-ж-ж-ж! Опускай меня! Я внутри! Опусти пониже! Ж-ж-ж! Ох, и все это ради банки меда. Да, это так здорово! Слишком низко! Чуть повыше. Немного левее. Пчелы скоро проснутся, надо бы ему поспешить. Кажется, я на месте. Старый эльф, скорей! Пчелы просыпаются! Старый эльф, давай скорее! Ну, давай же! Ну, вот и все. Готово! Спокойный, мудрый, рассудительный. Ах, милые пчелки! Я взял у вас немножко меда. Я пчела! Ж-ж-ж! Поднимай! Ж-ж-ж! Поднимай! Миссия выполнена! Спокойный, мудрый, рассудительный. Няня, что делают эти пчелы? Похоже, они решили следовать за ним. А-а-а! Пчелиный рой! Вытащите меня! Смотрите, как их много! Почему они летят за ним? Наверное, думают, что он королева. А-а-а! Быстрее! Держись! Мы почти у маленького замка! Слава богу! Окно открыто! Что-то здесь сквозняк. Закрою-ка я окно. Оу! Это ты? Старый эльф, что ты? А-а-а! Банка с медом! Какой прекрасный сервис! Ты даже переоделся в пчелу! Да? Пустите меня! Что за шутки, старый эльф? Ш-ш-ш! Что творится? Пчелы! Пчелы! А-а-а! Да, я раньше тоже боялся пчел, но оказывается, они приносят большую пользу. Ш-ш-ш! Кто это выключил свет? Идите за мной, ваше величество! Куда это мы идем? Ш-ш-ш! Старый эльф, у тебя должна быть серьезная причина или... О, ничего себе! Что здесь делают пчелы? А-а-а! Пчелы решили, что маленький замок – их новый дом, ваше величество! Что? Взгляните на это по-другому! Теперь у вас будет меда сколько захотите! Почему они все сюда прилетели? Они подумали, что я королева пчела и летели за мной! Я не хочу, чтобы они здесь жили! Ш-ш-ш! Если пчелы нас заметят, то снова полетят за мной! О, понятно! Что же ты мне сразу не сказал? Эй, пчелы! Он здесь! Сюда! Спасите меня от них! Не бойся, старый эльф! Я тебя вытащу! Стой! Как же мой мед? Они нас догоняют! Попробуй от них оторваться! Кинета, держись! Попробую спуститься ниже! Разве мы не рядом? С озером! Вон королева пчела! В смысле, старый эльф! А вон и пчелы! Сюда! Вот ваша королева! Вот так я добываю мед из улья! Спокойный, мудрый, рассудительный! В чем дело? Вы что, никогда раньше не видели хранителя пчел в одних трусах? Спокойный, мудрый, рассудительный! Да, так точно! И поверьте мне, это совсем не сложно для такого профессионала, как я! Может, тогда и мне баночку меда принесешь? Ну, уж нет! По крайней мере, и не сегодня! Экзамен по магии! Вперед, ребята! Мы же не хотим опоздать на экзамен! Няня Плам! А зачем нам сдавать экзамен по магии? Все феи издают экзамен по магии, чтобы получить права на колдовство! Вот такие! О, и у нас будут такие же! Нет, это взрослые права! А вам выдадут детские удостоверения! А кто принимает экзамен? Эльфы, конечно! Но ведь эльфы не колдуют! Нет! Но мы делаем волшебные палочки! Эльфы любят экзамены! Доброе утро всем! Вы пришли сдавать экзамен по магии? Да, миссис эльф! До конца экзамена я для вас не миссис эльф! Я экзаменатор! Да, экзаменатор! Сначала поднимите эти камешки! Подвиньте вперед! Это трудно! Да! Теперь назад! Клопок означает команду «Стоп!» Прекрасно! И, наконец, один простой вопрос! Магию следует использовать только в разумных целях или для забавы? Ну, я думаю, магию следует использовать только в разумных целях! Верно! Вы все сдали экзамен по магии! Ура! И я снова миссис эльф! Дайте же я вас обниму! Вы все молодцы! Вот ваши права! Я сам их подписал, как главный инспектор! Я знала, что они сдадут! Я сама их учила! Но ведь это и есть самое удивительное! Спасибо, мудрый эльф! Думаю, это нужно отметить! Да, да! Устроим вечеринку! А какая же вечеринка без волшебного желе? Ээээ... Няня, не думаю, что стоит... Еще желе! Еще больше! Потом и желе! Потом и желе! Ромашки-букашки! Кажется, немножко не рассчитала! Да вы что, няня-пламп? У вас хотя бы лицензия есть? Конечно же есть! Ой-ой-ой! Она же просрочена! И что это значит? А это значит... Она недействительна! То есть я не могу колдовать? Нет! Это противозаконно! Взрослые не могут колдовать без лицензии! Что? Я конфискую вашу палочку! Вы не имеете права! Как раз и имею! Это произвол! Я пожалуюсь королю! Ха-ха-ха-ха! О-хо-хо-хо-хо! Ничего смешного! Ты права! Ничего смешного! У няни больше нет лицензии! Она не может колдовать, ваше величество! Да-да, старый мудрый эльф! Но, может, сделаем исключение один раз? Только для няни! Именно для няни не следует делать исключений! Она очень опасна! Старый мудрый эльф! Я король! И я прав... Да! А ваша лицензия в порядке, ваше величество! Лицензия? Ну, я думаю... То есть, конечно... Давайте-ка проверим вашу! Это лишнее! Старый мудрый эльф прав, няня Плам! Закон есть закон! Что? И я никогда не смогу колдовать? Конечно сможешь! Э-э-э, я прав! Для начала ей придется вернуться в школу волшебства! В школу? Да! Школу волшебства Миссис Фиг! О-о-о! Привет, Фиги! Меня зовут Миссис Фиг! Ты разве меня не помнишь? Как же тебя забыть! За все мои долгие годы в школе у меня никогда не было такой ученицы, как ты! Спасибо! Я была лучшей ученицей! Старый мудрый эльф забрал палочку у няни Плам! Это разумно! И отправил обратно в школу волшебства! Что? Да, я вернулась! Представляю, как ты рада! Удачи, няня! Это мне не помешает немного удачи! Первое правило колдовства! От колдовства одни неприятности! Поэтому на первом уроке вместо волшебной палочки ты будешь пользоваться обычной! А что она умеет? Ничего! А когда мне вернут мою палочку? Только когда ты научишься колдовать разумно! Но я использую волшебство в разумных целях! Чтобы гладить панталоны короля и натирать пыль и полировать ковры и... Мисс Плам, я здесь учитель! Чтобы подготовиться к экзамену по магии, вы обязаны делать то, что я говорю! Итак, посмотрим, как вы держите палочку! Нет, нет и нет! Не так! Вы же колдуете, а не суп мешаете! А так лучше? Для начала сойдет! А теперь вспомним правило! А может, лучше поколдуем? Что делать, если белка устроила гнездо на крыше дома? Эээ... превратить ее в лягушку! Как можно прогнать мышь с кухни? Эээ... превратить ее в лягушку! Как спасти эльфа, который застрял на дереве? О, это я знаю! Превратить его в лягушку! И это ваш универсальный рецепт, няня Плам! Превращайте всех в лягушек! Да! Ох, боже мой! Похоже, что мы здесь сегодня надолго! Как прошло занятие в школе, няня? Замечательно! Сначала я немного растерялась, но потом у меня стало получаться лучше и лучше! Как здорово! Я готова к завтрашнему экзамену! Спроси у меня что-нибудь, проверим! Ладно, что сделать, если крот роет норы на газоне? Превратить его в лягушку! Ну, нет! В книге написано по-другому! Ты уверена? Ты просто не туда смотришь! Я так не думаю! О, я думала, что на все вопросы можно ответить превратить в лягушку! Няня, ты не можешь все время отвечать превратить в лягушку! Здесь нет такого ответа! Ох, ладно, постараюсь это запомнить! Здравствуйте, няня Плам! Вы пришли на экзамен по магии? Да, миссис Эльф! До конца экзамена я для вас не миссис Эльф, а экзаменатор! Конечно, миссис Эльф! А ну-ка, позвольте мне! Да, господин главный инспектор! Так нечестно! Я хочу сдавать экзамен, миссис Эльф! Тихо! Приступим к экзамену! Держите, вот ваша палочка! Ох, я по тебе скучала! Поднимите этот камень вверх! Но ведь он огромный! Я вижу! Может, лучше этот? Эти камешки для детского экзамена! Почему я не могу сдать детский экзамен? Потому что ты взрослая! По крайней мере, по возрасту! Ох, ладно! Вот так! Хм, а теперь двигаем вперёд! А-а-а! О-о-о! Ой, чей это камень? Старого мудрого эльфа! Надо быть осторожнее! Ладно! Теперь обратно! Медленно! А-а-а! Вы сломали мой замок! Это всё старый мудрый эльф! Простите, ваше величество! Теперь снова вперёд! А когда услышите хлопок, остановите камень! Без проблем! Стоп! 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 А-а-а! Уф! А-а-а! Верните камень на место! А-а-а! Теперь я попрошу вас превратить камень во что-то другое! Лягушку? Нет! Я могу в лягушку! В яйцо! Но для чего вам яйцо? А-а-а! Начинайте, пожалуйста! Ладно, не надо так нервничать! Я попросил яйцо, а не курицу! Вот одно яйцо! Я сдала? Это была практическая часть! Осталось ответить на теоретический вопрос! Как помочь головастику стать взрослым? Э-э-э-э-э... Помочь головастику стать взрослым? Э-э-э-э... Няня, твое любимое заклинание! Превратить его в лягушку? Это верно! Я знала! Экзамен окончен, няня! У меня плохие новости! Не сдала! Все гораздо хуже! Ты сдала! Ура! Теперь ты снова можешь колдовать Палочка, ты это слышала? Мы снова вместе Ой-ой-ой, от волшебства одни неприятности Вовсе нет Покажи-ка пример разумной магии Ладно, есть одно заклинание, которое мне не терпится применить И что же это? Превратить тебя в лягушку Ты не имеешь права Как раз имею У меня есть лицензия Ой-ой-ой Квалдовство Я же говорю От колдовства одни только неприятности Муравейник Ах, какой прекрасный день для королевского пикника Няня Плам, подготовьте нашу волшебную корзину Не могу, ваше величество Почему? Волшебная корзина для пикника пропала То есть вы ее потеряли? Вещи не исчезают сами по себе Ой, куда подевалось кресло? Няня, где моя волшебная палочка? Есть! Теперь отвезем пианино к королю Бен, ты готов? Иду, пап! Скорей, Бен Надо доставить пианино в маленький замок Нам нельзя опаздывать Ты слышал, Бен? Эльфы не опаздывают А мы эльфы! Ой, а где мой рожок? Бен, ты должен следить за своими вещами Хороший эльф Никогда ничего не теряет О, куда подевалась пианино? Что происходит? А, муравьи! Ой, это наш телевизор! Почему муравьи уносят наши вещи? Я не знаю Муравьи! Это возмутительно! Няня Пам Сделайте что-нибудь! Ладно Давайте пойдем за ними Куда муравьи уносят наши вещи? Наверное Своей королеве Королеве? Она красивая, как моя мама? А... На ней нарядное платье И сверкающая корона? Нет Королева муравьев Не похожа на других королев А-а-а Это мой рожок! Это моя палочка! Ой, это наш телевизор! Муравьи забрали все наши вещи! Да, и наши тоже! Куда они их тащат? Вниз к королеве! Няня! Приказываю вам начать переговоры С королевой муравьев! Что я и скажу, ваше величество? Э-э-э Скажите, пусть вернет нам наши вещи! Я бы с радостью, но я Не знаю муравьиного языка Он самый сложный среди языков насекомых Он и сороконожий Нам нужно найти того, кто знает муравьиный! Гастон! Гастон! О, отлично! Божьи коровки знают муравьиной Значит, Гастон будет вашим переводчиком Удачи вам, няня! Можно и мы с Беном пойдем? Да Но не отходите от няни Плам Она за вами присмотрит Ура! И я пойду Присмотрю за няней Плам И я тоже пойду Присмотрю за мистером эльфом Хм Возможно, эти туннели уходят глубоко под землю Очень глубоко Они ведут к самому центру земли? Надеюсь, нет Я уже и так ноги натрудила Ооо! Сюда! В этих туннелях потеряться проще простого Это лабиринт! Я надеюсь, мы найдем обратную дорогу, если что Без паники Я специалист по лабиринтам Спускаемся на первой развилке вниз И через спуск опять вверх И никакой лабиринт нам не страшен Ой, это тупик А может, через спуск надо сворачивать влево? Ооо! Мы что, потерялись? Ээээ Что это за звук? Ооо! Муравьи! Нам повезло! Они могут вывезти нас к своей королеве Гастон! Скажи, отведите нас к главному! Хе-хе-хе-хе-хе Что они говорят? Гастон сказал, муравьи нас отвезут Класс! Поехали! Но! Пошел! Ооо! Хе-хе-хе-хе Ооо! Ооо! Мой живот! Как же здорово! Должно быть, здесь живет королева муравьев Ооо! Ооо! Это королева? Ээээ... Да Она... Эээ... Большая, правда? Хм... Гастон, переведи, пожалуйста, мои слова Приветствую, Ваше Величество! Я няня Плам А я Холли Я прекрасная принцесса-фей Я мистер Эльф Я миссис Эльф А я Эльф Бен Мы эльфы! А вы забрали мой рожок! И мою волшебную палочку! И королевская пианино! И наш телевизор! И волшебную корзину для пикника! Гастон, спроси, можно ли нам забрать свои вещи? По-моему, это значит нет! Почему она не хочет вернуть нам наши вещи, няня? Ах... Кто её знает? Королева, что вы собираетесь со всем этим делать? Гастон, спроси, няня? Да, понимаете? Королева говорит, что раньше они питались остатками от человеческих пикников Но люди перестали ходить на пикники И муравьям приходится есть что попало, даже мусор Это не мусор Это чудесный музыкальный инструмент, который я вез ко двору Не, хорошо, есть музыкальные инструменты Да, Бен, видишь, какая глупая королева Гастон, не переводи это Когда я сказала, что вы глупы, я имела в виду, что вы умны Кажется, она не очень довольна Вам нужна еда Я могу наколдовать немного в корзинке для пикника Что вы больше всего любите? Она любит сладкое Что из сладкого предпочитаете? Желе? О, это я могу Осторожно, няня Плам, не устройте желейный потоп Не волнуйтесь, я знаю, что делаю Чудо-корзинка моя Сделай мне немного желе Хотите еще? Пожалуйста Осторожнее, няня Плам О, мистер Эльф, не бойтесь Желе, желе Еще немного мне Няня, они все хотят желе Так я буду колдовать целый день Надо сделать побольше желе Нет, няня Плам Еще, еще, еще Желейный потоп Желе вынесет нас снаружи Желейный потоп Кажется, я что-то слышу Что это? Желейный потоп Что они кричат? Кофейный клоп? Какой еще клоп? Желейный потоп А, желейный потоп Мой рожок снова со мной А вот и моя палочка А у муравьев теперь целые горы желе Пианино немного помялось О-хо Хорошо, что это не мое пианино Вообще-то, ваше величество Это ваше пианино Я как раз вез его в замок Ох Ничего, папа Оно прекрасно звучит По крайней мере Если играть высокие ноты Школа волшебства Миссис Фик Доброе утро, ваше величество Доброе утро, няня Плам Принцесса Холли хочет показать вам, как она научилась колдовать Да Можно? Да, конечно же, детка Сейчас она что-нибудь наколдует Только не волшебное желе Нет-нет, никакого желе Выбирайте Скажите, чего вам хочется больше всего в мире? Мне что-нибудь красивенькое Хорошо Абракадабити-бабити-бу Что это? Коробка с нехорошими звуками Ой, что за гадость Прости, папа Пора всерьез заняться обучением Холли волшебством Хорошо, ваше величество Начнем прямо сейчас Нет, няня Плам Холли нужны уроки в настоящей школе В настоящей школе? Да Холли пора посещать школу волшебства миссис Фик У-у-у, посещать школу волшебства? Я тоже ходила туда в детстве Вот здорово, няня! А как же мои друзья? Друзья Фиолет, Рози, Стробери и Флёр будут учиться с тобой А Бену можно? О, наш Бен из семьи эльфов Волшебство не для них Думаю, Бен пойдет в школу для эльфов Доброе утро, дети! Здравствуй, мудрый эльф! Сегодня наш урок будет называться Эльфы и волшебство Вы знаете, почему мы никогда не колдуем? Мы ведь эльфы! Да, Бен, но кто скажет, почему эльфы не любят волшебство? Ну, мы ведь эльфы! Да, да, верно! Но все-таки, почему? Может, потому, что от волшебства одни только беды? Да, ты прав, Джейк, от волшебства одни беды! Все сюда! И, кстати, о бедах Здравствуй, мудрый эльф! Привет, Бен! Привет, Холли! Мы идем в школу волшебства! О, можно нам тоже в школу волшебства, мудрый эльф? Нет, я запрещаю! О, старый эльф, ну, пожалуйста! Пожалуйста! Ну, так и быть! Сегодня вы увидите, почему именно от волшебства одни беды! Все идут в школу волшебства! А, школа волшебства! Наверняка вся розовая и пушистая, и усыпана блестками! Да, вот здорово! Вот она, школа волшебства миссис Фик! О, очень даже сносный домик! Такой мог бы построить и эльф! Вы правы, красотой школа не блещет! Очень славный домик! Входите, дети! Я познакомлю вас с миссис Фик! Она учила меня колдовать! Мы с ней подружки! Я зову ее тетя Фиги! Здравствуйте, дети! Привет, тетя Фиги! Меня зовут миссис Фик! Привет, миссис Фик! Так-то лучше! Привет, Фиги! Помнишь меня? А, няня Плам, как же тебя можно забыть! Я была лучшей ученицей! За все мои годы в школе, няня Плам, у меня никогда не было такой ученицы, как ты! Спасибо! Здравствуйте! А я старый, мудрый эльф! Эльфы? В школе волшебства? Да! Мы знаем, что от волшебства одни беды! Никаких бед никогда не произойдет на уроке миссис Фик! Так, а это у нас кто? Я принцесса Холли! Принцесса Холли! Что ты и твои друзья знаете о волшебстве? О, я рассказала им все! Значит, совсем ничего! Итак, мой вопрос! Каково главное правило волшебства? Никогда не колдовать! Правильно! Что? Разве это весело? Волшебство не для забавы! Мне здесь нравится! Запомните, что волшебство должно служить только разумным целям и разумным феям! Итак, представьте, что вам нужно убраться на своей кухне! Используете ли вы волшебство, чтобы помыть посуду? Да! Стоп! Но ты ведь можешь сделать это сама! Что? Но это глупо, миссис Фиг! Но если вам попалась кастрюля с особенно упрямым пятном, тогда, конечно, можно... Колдовать? Залить ее водой на ночь! Не лучше ли поколдовать и заняться чем-нибудь повеселее? Я учу детей, няня Плам! Прости, Фиги! А теперь, ребята, урок колдовства! Ура! Первым делом разминка! Давайте чуть-чуть побегаем! О, только не бег! Сядь сюда! Живей, живей! Бежим вокруг школы! Как этот бег поможет нам колдовать? Никак! Запомните, бег закаляет волю! Спасибо! Но воли мне и так хватает! Всем нравится бегать? Да! Так, стоп! Бег нужен не для забавы! Ой! Итак, ребята, кто хочет показать мне заклинание? Я! Кто-нибудь еще? Я знаю заклинание роста! Прекрасно! Скорее покажи нам его, Стробери! Хорошо! Бобби-ти, Бобби-ти, Ти! Расти, расти, расти! Ой! Да не на мне! Ой! О! Оно все растет и растет! Хватит! Хватит! Я знаю заклинание роста, а другие нет! Это просто! Хватит фиггисов! И кто же тебя этому научил, Стробери? Я? Так я и знала! Но ведь получилось еще как! А я знаю, как нужно уменьшать! Нет, подожди! Дибли-добли-ди же! Ниже, ниже, ниже! Ой! О! Ребята, миссис Фиг уменьшается! Нет, на помощь! Она становится все меньше и меньше! Она что, так и будет уменьшаться? Помогите! Ох, придется увеличивать! Фиги-фиги-фиг! Вырасти зник! Ну и как ощущения? Я очень-очень-очень! Очень сержусь! Вот! Как видите, дети! От этого волшебства одни беды! Это все были глупые заклинания! Кто-нибудь из вас знает полезные заклинания? Волшебное желе! Волшебное желе! Да! Оно очень полезное! Ну что ж, пожалуй, волшебное желе может пригодиться! Скажем, для детского праздника! Или пикника! Или как вкусный десерт! Хорошо! Волшебное желе! Но пусть палочкой взмахнет кто-нибудь разумный! Я! Я! Вот это на мне! Кто в этом классе самый-самый разумный? Старый мудрый эльф! Палочкой взмахнет старый мудрый эльф! Я? Ну я же не фея! Я никогда не колдую! Именно! Вы нам и нужны! А! Вовсе даже нет! Нет! Ничего не выйдет! Чепуха! Чуть-чуть волшебной пыли и всё! Теперь вы волшебный! У меня всё чешется! Это нехорошо! Пожалуйста, не бойтесь! Вы недолго будете волшебным! Взмахните и скажите «Желе, желе!» Только немножко! Желе, желе! Только немножко! А-а-а! О! Я смог! А можно я превращу её в лягушку? Ха! У вас ничего не выйдет! Надо же! Вот веселье! О! Что случилось? Хи-хи-хи-хи! Мудрый эльф! Что ты делаешь? Веселюсь! Волшебство – это не забава! А что будет, если я попрошу больше жилет? А ты попробуй! Жилет, желет, желет! Да побольше! Стойте! Не то начнётся! Подробуй с жилет! Подробуй с жилет! Подробуй с жилет! Подробуй с жилетом! Наводни! Няня Плам! Это не я! Это он! Что это за чепуха? Эльфы не умеют колдовать! Нет, Ваше Величество, это сделал мудрый эльф! Теперь и тётя Фиги несёт какую-то чушь! Это правда! Это действительно сделал мудрый эльф! Ох, вот беда! Кажется, это и правда я! Надо же! Мудрый эльф вздумал колдовать! Ха! Как тебе не стыдно! Да уж! Это доказывает, что от колдовства одни только беды! Субтитры подогнал «Симон»!